Всем привет, дорогие друзья! С вами Гайанэ, и вы находитесь на канале, где мы с вами вместе изучаем французский язык. И сегодняшний видеоурок у нас короткий урок, где мы разберем одно, как я считаю, странное выражение французского языка. Мы не так давно с вами уже разобрали в одном из видео выражение «en vouloir à quelqu'un», которое для меня лично тоже весьма странно, означает оно «обижаться на кого-то». Если помните «je t'en veux», «я на тебя обижаюсь», «я слюзню тебя». И сегодня мы разберем с вами выражение с глаголом «revenir», которое многие из вас знают. Этот глагол означает «возвращаться» первым делом, но с этим глаголом есть очень странное выражение. И звучит оно как «ne pas en revenir» в инфинитиве. Но, конечно, нам его нужно увидеть во фразе, чтобы понять, как выглядит фраза с этим выражением и понять, что это означает. Например, если вы видите выражение «je n'en reviens pas», то эта фраза означает, как это ни парадоксально, «я не могу поверить своим глазам», «я не могу прийти в себя от услышанного или от увиденного». «Да ладно, не может быть!» «je n'en reviens pas»» Вот что означает это выражение. Согласитесь, это очень странно. И с этим выражением я познакомилась, вернее, поняла его смысл уже спустя несколько лет изучения французского языка. А знаете, где я впервые увидела это выражение, не понимая абсолютно его смысл? В знаменитой песне Джо Дассена «Si tu n'existe pas» Я думаю, даже те люди, которые не изучают французский, знают эту песню. Выражение это фигурирует в следующем куплете. «Si tu n'existe pas, j'essaierai d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas». Что означает «если бы не было бы тебя, я бы попытался придумать любовь», так как художник видит под своими пальцами, если дословно, то есть под руками, как рождаются краски дня, и который не может поверить своим глазам, и который не может опомниться от увиденного. «E qui n'en revient pas» Скажу честно, только спустя несколько лет изучения французского и миллиардного раза прослушивания этой песни, я наконец-то узнала, что «e qui n'en revient pas» означает «который не может оттуда вернуться». Я всегда думала, откуда, интересно, не может вернуться, но всё спихивало на то, что, ну, песня, значит, слова там не всегда логичные. Но нет, тут всё логично. Выражение «e qui n'en revient pas» означает «и который не может поверить своим глазам», не может поверить в то, что рождается под его руками, да, краски, цвет дня, да, рождение красок. Как мы можем увидеть это выражение в контексте, употребить его в каком-то разговоре? Например, диалог. Представь себе, он всё продал и ничего даже не сказал своей жене. Боже, поверить не могу. Да ладно, не могу поверить тому, что я слышу. «Je n'en revient pas» Она ему сказала, что больше его не любит. И он в полном счёке, он не может поверить своим ушам, своим глазам. Он ищет лаблиан, «И не ревен pas». «Je не ревен pros». «Цей деньг, я не ревен пос». «Ме, как я ревен, я думаю, моя мать, это… Я не говорю, что это не дает сплин. Но я в порядке, я буду ровной. Я у меня нет ополы, я у меня нету, я у меня нету. Но я не верю. Попытайтесь услышать эти выражения в отрывке из фильма. Я не верю, кто тебе дает это все для машины. Это дает им подчинка. Они показывают свои бакланы, которые продают в пляже. Это нормально, что они тебе платят? Я не верю. Не могу верить. не могу. Я в полном шоке. Да ладно. Я не верю. Я не верю. Я не верю. Я не верю. И напоследок дам еще один пример, который я нашла в художественной литературе. Звучит он весьма нагроможденно, но хочу, чтобы вы посмотрели пример из книги. Это было впервые, в их достаточно спокойно, что они не могли. Это было впервые, в их достаточно спокойно, в спокойной жизни, что с ними произошло такое обстоятельство, такое неожиданное, возможно, даже печальное событие. И они так еще и не пришли в себя после всего пережитого. Вот такое интересное выражение. Для кого оно было новое? Напишите об этом мне в комментариях. Лично для меня есть какой-то определенный список французских фразеологизмов, которые я назвала «Моя жизнь не будет уже прежней». Потому что, когда я со временем узнавала истинное значение каких-то определенных выражений, действительно, ну, кто бы мог подумать, что французы додумаются употребить эти глаголы, которые всем нам знакомы, в другом каком-то маленьком контексте добавить какое-то местоимение, и все, весь смысл поменялся. Так что… Ну, ладно, согласитесь, все-таки это прикольно, когда изучаешь язык, вроде уже многое знаешь, и каждый раз узнаешь что-то новое, и… «Ты не вернешь просто» от всего увиденного и услышанного. Всем спасибо, дорогие друзья! Merci beaucoup de votre attention! Увидимся с вами в дальнейших видеоуроках! Всем хорошего мая, июня, июля, летних каникул, в общем, и до скорого! Merci beaucoup, et à la prochaine sur machine! Au revoir!